Привет! Это у нас человек с Чуваши, Танис. Расскажи, ты первый раз в Сербии? Да, первый раз. Понравилось? У тебя я не ожидал. Посоветуешь людям? Обязательно. Расскажи, сколько тебе вышло по деньгам вообще? Какой нескромный вопрос. 12 тысяч перелет, 2 тысячи проживания, это в апартаментах, 3 ночи, ну и в день где-то уходит порядка около полутора тысяч. На сколько дней ты? Я на 4 дня. Ну не зря. Капец, как не зря. Я вообще второй раз в шоке. Посмотрите там обязательно. Мы на производство поедем? Да? Когда? Не знаю, когда мы поедем. Я завтра еду поедем. Какого? Вот тут вот у ребят. Продолжаем дальше. Демари по 10 евро, железячки, железячки непонятные для меня, стамески. Распечаталки и воскотопки. Ну сделано вообще шикарно все. Не знаю, мне нравятся воскотопки такие. Воскопрессы. Центрифуга в работе, кстати. Открывашка какая-то. Миннель и прочие вещи. Обратите внимание на обработку металла, как загмут. Все вообще четко. Такой вот стол с медогонкой. Кремовалка была тут классная, продали. 500 евро медогоночка. Кстати, медогонки представляются сразу с двумя моторами на 12 вольт. Не с одним мотором, то есть с реостатами видимо. И на 12 вольт, и на 220 вольт работают. Что это? 1800 евро медогонка. 2300. Посмотрите на обработку металла. Все шлифовано, вообще все целовать, гладить можно. Все вообще классно сделано. Пальцем провожу и ничего. Офигенно. Качество конечно вообще блин. Не знаю. Все. Если сравнивать по лысой, у меня лысой. То это вообще нормальная цена. Какие-то бутылочки продают, может для прополиса. А вот такие штуки у Николая в Калининграде первый раз увидел испарители. 2500 это что? 20 евро. А что это стоит большая? 1550 евро. 950 евро. В общем, каких только нету. Маленькие, большие всякие. Пойдем еще посмотрим, что есть. Вот понравилась мне воскотопка на дрова. Сколько она, интересно, стоит? Ну так, что они боком ложатся, это фигня, пап. То, что они боком ложатся, это фигня. Она висели, чтоб. А так, добро сделано. Цены нету. Опять какие-то медогонки, воскотопки. Мелочевка, дымаря. Тут греческая продукция, решетки, рамки и прочее. 100 евро в рамках, 1 евро стоит пластиковая овощина. Вкус со Словении, мужчина пакетами. Добрый день. Торгует. Хорошо? Добрый? Пакетики такие, классные. Прочные. А самые продаваемые пчелки. Со Словении, мужчина. Пластмассовая уля. Доня. Милая. А вот уля, кстати. Уля классного качества, 42 евро. 46 евро. Качество нормальное. Интересно, какая толщина. Качество хорошее. Тут у нас представлен технотрон. Линия по изготовлению овощины. Медогонки, опять же, такая вот большая, 1550 евро. Тут что-то поменьше за 800, радиальное. Мы считали на 72 рамки. 550 евро. Пацана, наверное, с другой стороны. В общем, всякие, опять же, воскотопки. Открывалки, отстойники. Сушилки. И прочее. Кормушки продают. Канди. Канди. Химия. Ката Амитраса. Отстойники. Улья. А это турецкая, я думаю, фирма. Да, по-любому, турецкая улья пластмассовая. Доня, Демари. Узнаем, почем перчатки. Перчатки мне надо. Перчатки по 7,5 евро. А в другой части мы видели по 5,5 и по 5. Проволока, Демари и прочее. Надо бы раньше снимать, потому что народа все больше и больше. Трансформаторы, ремни, дробилки для сахара. Натяжители рамок всяких. Петр Сакара покупает что-то. Пыльца, канди, ващина. Тактик, наверное, какой-то. В общем, какие-то препараты. Мне это неинтересно. Костюмы мы купили по 10 евро. Про интервью. Так, рассказывайте, Надир, как? Все хорошо. Много нового есть, что нет у нас в России. Даже здесь российские идеи. Здесь продаются по этому ряду. По рецепту российских инженов. Они здесь производят уже полоски. На основе пятых эфирных масел. Я его купил. 12 штук. Буду тестировать. Данный стенд очень интересный. 4600 динаров. Это примерно 40 евро костюм стоит. Но тяжелые. Они неудобные. Нуклеусы какие-то вот такие интересные продаются. Нас его интересует. Деревянные улья. Разные конструкции. 15 евро киллер. Чей-то плохое производство. Мягкий. Копия. Копия в один в один. Без имени. Скупайте все и сразу. Скупайте. Проволока, мелочевка всякая. Надо будет купить еще один. Вот это очень. Виталик смотри прям как ты делаешь все. Прикольно. Красивая вещь. Ножи. Демари. Декристаллизатор или как они называются. Который разгоняет воск. Мед то есть. Медогонки опять же. Радиалка. 1400 евро. Но мне не нравится качество. Медогонки, медогонки. 1200. Пресс. Воскотопка. Насос. Насос стоит 700 евро. Я думаю что я куплю 770 евро. Но за 70 можно взять мы нашли. Кремовалка. Кандиделалка какая-то. Фасовка. Вот эта машина делает. Стикеры маленькие под мед. Вот. Так вот выглядит вторая зона. Сегодня воскресенье. Уже все заканчивается. Поэтому мы сегодня отъедем в другое место. Ну я всем рекомендую посетить выставку. Всем просто. Тут представлен еще один производитель. Ну сделано вообще все. Очень качественно и красиво. Так вот выглядит первый этаж или второй без разницы. А это вот наверное ну первая зона и вторая зона. Такие вот медогоночки. Смотрите цена. 1430. Ну четко вообще все сделано в России. 1530. Ну можно торговаться. На всем можно торговаться. Кремовалка. Медогонка. Распечатка. А это что такое? Центрифуга наверное какая-то? Ага. Центрифуга мед. Чистит от воска фильтра. И маленькие медогонки пошли всякие. 465 евро. В общем смотреть не будем что и как. Ингаляторы для пчел кому апитерапия нужна. Показывать как работают. Всякие ингаляторы и ингаляции. Металл. Решетки по 2 евро. Железячки всякие. Воск, вощина. Дыроколы, дымари, проволоки, рамки. С рамкой держателей. С рамкой держателей. Продолжение следует. Рим. Продолжение следует...